Здравствуйте! Это программа «Альтернатива». Как известно, ты то, что ты ешь. Но довольно часто нам сложно отказаться от наших вкусовых пристрастий. Как же сделать так, чтобы питаться правильно и в то же время не изменять своим вкусом? Именно об этом мы и поговорим в программе «Альтернатива». И тема у нас сегодня – молоко. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Попко, представитель компании «Тай Стайл», компания, которая занимается поставкой здоровой еды из Таиланда и, в частности, кокосового молока. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И также у нас в гостях Ольга Лебедь. Ольга Лебедь – владелец и основатель компании «Техника здоровья» и эксперт по технике для здорового питания. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну, молоко, как известно, продукт, который употребляют все от мала до велика, с младенчества до глубокой старости. Есть люди, которые его просто обожают и не могут без него жить. Однако многим этот продукт противопоказан. И мы знаем, что сейчас есть много научных исследований и версий того, что молоко вообще не столь полезный продукт, как это было раньше. Итак, друзья мои, вы представляете компании, которые занимаются растительным молоком, в частности, кокосовое молоко. И Оля нам сегодня покажет, как сделать в домашних условиях растительное молочко. Расскажите, чем и почему растительное молоко лучше животного? Ну, смотрите, тут есть ряд факторов, почему людям стоит употреблять растительное молоко, нежели чем обычное коровье молоко животного происхождения. Например, есть такая вещь, как непереносимость лактозы. То есть, людям, как правило, с возрастом уже становится труднее его употреблять из-за того, что оно очень тяжело у них усваивается. И там существует ряд неблагоприятных последствий для пищеварительного тракта. И есть такая точка зрения, что молоко, хотя оно и содержит кальций, оно все-таки больше способствует его вымыванию из организма, нежели его усваиванию. Вот. Потому что молоко, оно обычное коровье молоко, оно создает кислотную среду в организме, в желудке. И для того, чтобы ее нейтрализовать, организм начинает выделять кальций. То есть, того кальция, который содержится уже в молоке, его недостаточно. И поэтому желудочная среда, она забирает кальций этот из нашего организма. В частности, один американский исследователь, диетолог Уолтер Уилет, он долго очень изучал влияние молока именно животного происхождения на организмы. То есть, и эти исследования длились десятилетия. И после этого были сделаны очень интересные выводы, как раз вот про закисление организма, которое вызывает, к сожалению, молоко. Есть исследование, что, в принципе, 70% населения имеет непереносимость. Молока. Да, лактоза, лактоза именно. Но оно неравномерно распределено по земному шару. Например, это очень высокое, до 95% у азиатов и, например, у мексиканцев. В России этот процент уравняется где-то 18%. То есть, мы чуть-чуть подольше пили молоко, и организм хоть как-то немножко адаптировался генетически, надо понимать это. Но, в принципе, тенденция общая такова есть, что это молоко, животное, в частности, это только для детей хорошо. То есть, все хорошо в своем возрасте. То есть, до 3 лет это еще удобо варимо, а вот уже старше? Да, все индивидуально. Кто-то лучше это переносит, кто-то хуже. Но, в любом случае, я советую попробовать отказаться и посмотреть, как реагирует ваш организм. И периодически надо отказываться, потому что вы помогаете организму немного очиститься. Если даже вам сейчас тяжело это сделать, то просто пробуйте как-то потихоньку, экспериментируйте со своим телом. Дмитрий, вот расскажите, пожалуйста, кокосовое молоко. Почему кокосовое именно молоко? Почему оно называется кокосовый сок? Ну, смотрите, многие люди, которые бывали в разных теплых странах, там, например, Таиланде, пробовали кокосовую воду, то есть, кокосовый сок, то, что внутри молодого кокоса находится. И они ошибочно думают называть это кокосовым молоком. Хотя это просто кокосовая вода, очень полезный продукт, но сегодня у нас рассказ немного не о нем. А кокосовое молоко – это уже более похоже по консистенции на обычное молоко. Это уже продукт, который содержит кокосовую мякоть, то, что отсутствует в этом кокосовом соке. И оно также питательно и содержит очень много витаминов. Но в отличие от коровьего молока, эти все вещества очень легко усваиваются человеческим организмом. Здесь максимально приближена и консистенция, и наш привычный вкус нашего молока, и его питательная ценность. Сразу скажу, что питательная ценность намного превосходит наше традиционное животное молоко, кстати. Просто для нас это немного сейчас экзотичный продукт, кажется. Если вся промышленность заточена как раз на выращивании животных, и это очень массово происходит, поэтому этот продукт удешевлен и продается. То есть орехи вырастить намного проще и дешевле, и экологичнее, еще и полезнее. Если это все будет развиваться, то, конечно, со временем оно тоже удешевится, и будет уже более распространено, потому что будет больше производств на это направлено. К сожалению, сейчас пока цена его в 2-3 раза дороже, чем обычного молока, это отталкивает раз. Плюс то, что продается готовое молоко, например, ореховое, очень много добавлено консервантов, и сахар, и улучшители вкуса для длительного хранения, потому что продукт еще такой нераспространенный. И реально его просто проще сделать самим дома. То есть это не так сложно, когда есть правильные приборы для этого. Хорошо. А можно ли сделать самостоятельно дома кокосовое молоко? В принципе, конечно, можно. То есть если у вас будут хорошие кокосы, вы натрете мякоти, зальете ее горячей водой, настоите, сделаете. Но, с другой стороны, кокосы у нас здесь не растут повсеместно, и проще так не заморачиваться и купить готовое. Потому что сейчас уже есть очень хорошие фирмы, то есть выбирайте. Всегда есть, нельзя все обобщать. Надо, самое главное, выбрать хорошего производителя, поставщика добросовестного, потому что всегда это есть. Конечно, маленький процент, но это есть. Вы знаете, еще мне кажется, почему молоко растительное называют молоком, потому что там присутствует жирность. Ну да, вот кокосовое молоко, оно содержит где-то до 20% жиров. Вот. Но это растительные жиры, то есть это не вредные молочные жиры, которые легко откладываются у нас в боках, в животе. Вот люди, которые следят за своей фигурой, занимаются фитнесом и прочее, они очень осторожно относятся к молочным продуктам, потому что это вот… Насыщенные жиры. Есть такое мнение, что молочные жиры очень легко откладываются от жиры на теле и очень потом тяжело от них избавиться. Вот. И многие спортсмены, которые занимаются профессиональным фитнесом, бодибилдингом, полностью отказываются от молочных продуктов в процессе жиросжигания. То есть, ну, на мой взгляд, это уже вообще очень веский аргумент, помимо всего прочего. Хотя они, наоборот, оставляют растительные жиры в своем рационе. То есть, потому что это совершенно другой вид жиров. Ну, небезызвестный факт, что животное молоко, молоко животного происхождения, богато холестерином. Здесь в молоке растительного происхождения холестерин присутствует или нет? Ну, конечно, нет. Это даже способствует выводу холестерина от кокосового молока, в частности. Способствует выводу холестерина из организма. Я все-таки хочу уточнить, что молоко, конечно, не такое прям зло-зло животное происхождение, Но просто, в принципе, считается сейчас, что это достаточно бесполезный продукт, который еще надо пить. Имейте в виду то молоко, которое сейчас продается, оно все равно напичкано антибиотиками, гормонами, потому что идет прикорм. Кстати сказать, что молоко относится к животному происхождению, к сезонным продуктам, потому что зимой нет удоя. Потому что в природе обычно удой начинается весной, то есть идет отел, все весной и лето коровы дают молоко, зимой это все дело, как правило, опять беременеют и зимой не даятся. И чтобы сохранить производство, стимулируют специально гормонами выработка молока. То есть вы еще, получается, добавляете своему организму и так, собственно, вот... Еще и химию, собственно. Конечно, гормоны, и мы знаем, что антибиотиками напичканы все молочные продукты антибиотиками. Все это, конечно, оседает в наших почках, и по нашим самым укромным закуткам в организме надо это все выводить. Ну, знаете, вот я, например, я никогда в своей жизни не употребляла молоко. Я его даже вкуса не знаю. Мне, не знаю, повезло, наверное, может быть, не повезло. Не могу сказать. Но есть люди, я знаю, что есть люди, которые дня прожить без молока, без стакана молока не могут, они не мыслят просто. И, конечно, особенно это люди старшего поколения. Вот действительно, это реальная альтернатива, вот, скажем, перейти на стакан молока кокосового. И насколько безвредно, скажем, да, если выпивать стакан молока кокосового, либо из других орехов в день? Все надо делать постепенно. И лучше бы сделать какой-то перерыв. Потому что я сама до какой-то, до поры до времени питалась традиционно. И только после какого-то серьезного перерыва, то есть, в частности, например, я голодала длительно, я сумела переключиться на растительное питание. После перерыва тебе легче это сделать, как бы почувствовать вкус и радость от этих новых продуктов. Но опять все по чуть-чуть, потому что, ну, мы так устроены. Ну, да, шоковая терапия никогда не бывает хороша, да? Ну, вот кокосовое молоко – это вот такая, вполне очень такая приемлемая альтернатива обычному молоку, потому что его можно употреблять в тех же самых блюдах. То есть на нем также можно делать блинчики, также его добавлять в кофе, готовить какие-нибудь коктейльчики с ним, смузи. Вот все то, что делается с обычным молоком, можно делать с кокосом, то есть даже мороженое изготавливать. Хорошо. Оля, но вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, вы пришли сегодня к нам с техникой, которая помогает делать это замечательное молочко. Покажете, как это сделать? Конечно. Все делается, ну, крайне просто. И я бы хотела просто вам рассказать, что очень много видов на самом деле молока можно сделать, и это все рядом. То есть молоко можно сделать из мака, из конопли, конопляных семечек. Традиционно, конечно, грецкий орех, фундук, миндаль, макадамия орех, бразильский, пожалуйста, фисташка, кешью, кунжутное молоко, кедр, то есть очень тыквенные семечки, из них тоже можно сделать молоко. И даже летом я постоянно делаю молоко из семечек дыни. То есть когда берешь хорошую дыню, семечки, естественно, вынимаешь. Так вот эти семечки, если положить просто в блендер, сблендерить их с кусочком также дыни и добавить пол-ложечки буквально меда и щепотку соли, попробуйте, что это очень на вкус. Правда, идеальное молоко, можно сказать, получается. Хорошо, что мы сегодня приготовим? Какое молочко? Ну, предлагаю взять, ну, хотя бы вот грецкое, из грецкого ореха. И расскажу просто об общих правилах в приготовлении молока дома. Любой орех важно замочить вначале. Количество часов немножко разнится, но в среднем это 8 часов. То есть на ночь вы замачиваете орехи, эту воду промываете, сливаете. Для чего замачивается орех? Во-первых, он становится намного полезнее в разы, потому что активизируется уже... Процесс роста, да, наверное? Да, оно оживляется немного, сам орех. И уходит фитиновая кислота. Это вот этот ингибитор, который защищает орех. Фитиновая кислота – это то, что, ну, грубо говоря, чем зерно, и вот орех защищается от грызунов, чтобы не поедали так. Он немножко блокирует систему пищеварения. И поэтому, когда мы замачиваем орех, фитиновая кислота уходит, и получается, это все намного лучше усваивается. Он становится мягче, больше, лучше, как бы, масса получается более гомогенной, растворяется, и получается нам привычный вот такой чистый молочный вкус. Во все практически добавляется, лучше добавить немножечко щепоточку соли. Я использую розовую гималайскую соль. И в качестве прям вот с легкого подсластителя – это либо финик, там, 2-3 штуки финика, либо пол-ложечки меда, потому что кто как нравится. Ну, в общем-то, это вот такой классический рецепт. Советую вам сделать, например, сразу попробовать молоко нескольких видов, потому что вы сделаете на контрасте, попробуйте, как они сильно отличаются друг от друга, и найдете уже свое любимое. Плюс тоже очень большой, то, что это молоко можно смешивать, например, с соками и с ягодами. То есть, если коровье молоко, оно от кислоты сразу свернется, то здесь можно экспериментировать. Я люблю очень с апельсином делать или с клубникой замороженной. То есть коктейли такие получаются, да? Да, да, молочные. Вот, его также можно вскипятить и сделать на нем какао. И мороженое вот он нам только что сказал. Мороженое мы тоже всегда делали. Вот, собственно, очень широк. Если это немножко как бы ввести в свой такой рацион повседневный, то есть как новую привычку. Вводите, и у вас будет все это потом на автомате. Хорошо, Оль, ну давайте приступим. Да, смотрите, да. Уже не терпится посмотреть, как это все происходит. Традиционно это делается в профессиональном блендере. То есть вы засыпаете заранее замоченные орехи, чистую воду, добавляете там мед или феник, либо вот щепоточку соли. То есть чуть-чуть вкус, да, такой? Да, вкус немножко усложнится, будет просто интереснее. Блендерите и процеживаете потом мякоть через специальные мешочки для молока. То есть можно, конечно, там и марлю использовать, но мешочки поудобнее. Есть уже альтернатива. Сделать ореховое молоко можно на шнековой соковыжималке. Тогда ручки остаются чистенькие. Вот, пачкаться уже не надо. Молоко сразу приготовляется. И жмых у вас сухой выходит отдельно. И мы все-таки будем делать на чем сегодня? На блендере, либо на соковыжималке? Я покажу вам на блендере, например, кунжутное молочко, как сделать. Хорошо. Чтобы нам, как сказать, не пачкаться. Не пачкаться. Да. Вот. А потом покажу, как это на шнековой соковыжималке тоже один вид сделаем. Потому что по аналогу все делается одинаково. Хорошо. Ну что ж, тогда начнем. Самое интересное у нас впереди. У меня есть уже замоченный кунжут. Кунжут также надо замачивать на ночь. Промывать и замачивать. Вот я смотрю, здесь у нас часть кунжута и часть воды, да? Такие в равных частях. Ну, все надо делать, конечно, с водой. Причем количеством воды вы как раз регулируете сами жирность, которая вам нужна. В среднем надо брать на одну часть орехов две части воды. Совсем немного меда. Желательно, чтобы он не чувствовался, а вот именно придал, усложнил немножко вкус. Так. Ну вот. А еще я бы добавила сюда половиночку банана. Почему-то вот кунжут я очень люблю с бананом. Именно кунжут. Густовато получилось. Можно, конечно, разбавить. Но, в принципе, мне кажется, вам понравится. Плюс в том, что это не надо процеживать. Ну, то есть ручки опять чистые у нас. Да, мы будем пробовать. Мы с Дмитрием с удовольствием попробуем. И потом мы попробуем с Олей кокосовое молоко. Которое Дмитрий тоже принес. И вот у нас уже в кувшине ждет нас оно. Ну что, можно пробовать? Все быстро. Обратите внимание, эта корова дает намного быстрее молока. Да. Да, кстати, я заметил, что прям, если хочется молочка, то можно прям сколько, буквально за 2 минуты все все сделать. Надоить коровку. Хорошая техника – это вечно. Какой-то легкий оттенок молочного вкуса присутствует. Как ни странно. Вот это удивительно. Растительное молоко, казалось бы, да, но нет здесь никакого молока. Но оттенок вкуса присутствует. Действительно напоминает что-то. Вот если в блендере обычное молоко с бананчиком размельчить, то примерно действительно похожий прям вкус. Ну, природа дает нам, как сказать, альтернативы всегда. Просто мы им не пользуемся почему-то. Мы еще должны попробовать кокосовое молоко, чтобы сравнить с кунжутом. Ведь кокос тоже богат кальцием. Конечно, он богат очень многими витаминами. И кальцием, и калием. Там содержатся витамины группы В, С, Е. Так что кокосовое молоко, уж обычное молоко точно не уступает по полезности. Дмитрий, ну что, угостите нас кокосовым молоком? Конечно, не зря же я его принес. Ну, на вид совершенно коровье молоко. Да, традиционное коровье молоко. И такое ощущение, что и по жирности оно так, потому что консистенция такая достаточно. Это молоко или сливки? Это именно молоко. Оно просто по жирности больше соответствует коровьим сливкам. Кокосовое одно из моих тоже любимых. Очень вкусное. Очень вкусное. Молоко Чауко, оно в Таиланде распространено. То есть это не просто продукты, которые они делают на экспорт, а это тот продукт, который везде, во всех магазинах у них там, в каждом доме можно найти. Вот. И поэтому оно считается как одним из самых таких лучших брендов кокосового молока. Самых лучших, самых старых. Оля, ну теперь вы покажете нам еще и как приготовить молоко на сокопожималке. Конечно. Так, какие орешки у нас пойдут в этот раз? Давайте грецкий сделаем. Давайте. Блендер мы уже можем убрать в сторонку. Это одна из последних моделей шнековой соковыжималки. Бренд Хюром. Такой один из самых известных. Ему более 45 лет на рынке. Это производство Южная Корея. Один из лидер вообще по производству шнековых соковыжималок. Вот так тихо она работает. Насыпаем немножко орехов и подливаем чистой воды. А сколько надо орехов, чтобы получить один стакан молока? Ну, грубо говоря, одна часть орехов на две части воды. То есть треть стакана мы получаем стакан молока? Да. Треть стакана орехов мы получаем стакан молока? То есть не так уж это и дорого, как кажется? Да, это даже выгодно. Ну вот, собственно, как бы весь процесс, он готов. Просто попробуйте. Это чисто натуральный грецкий орех. У нас здесь ничего. Да, и чистая очищенная вода. По вкусу кокосы немного напоминает. Да все молоко похоже друг на друга, как сказать. Ну, на самом деле, действительно. Вот мы пробуем уже третье молоко. И, по сути дела, есть какой-то общий привкус. Общий привкус? Молочный. Все верно. Общий молочный альтернативный привкус. Да, мне, кстати, понравилось это прям. Миндальное молоко и кокосовое молоко считается, что очень здорово помогают при болезнях, когда заболеваешь, и для успокоения нервной системы на ночь. Да, кстати, я тоже слышу, что молоко растительного происхождения очень положительно влияет на иммунитет. Вот, в том числе вот и из грецких орехов, кокосового ореха. Ну что ж, мы сегодня опытным путем поняли и, попробовав различные виды растительного молока, поняли, что это действительно прекрасная альтернатива, вкусная, разнообразная животному молоку. И достаточно простое в изготовлении. Да, и достаточно простое в изготовлении, более того, полезное. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. Это была программа «Альтернатива», и сегодня мы говорили о молоке, о животном молоке и о его альтернативе – растительном молоке. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok